На нашем объекте в качестве оператора присутствует Кузьмичев Андрей, будущий инженер, строитель, да, Андрей? Андрей, вопрос тебе. Трудно снимать? Да. Почему? Руки дрожат. Руки дрожат. Устают, да? Привет, друзья! Перед вами очередное изготовление плитного фундамента с ребрами вниз. Чем отличается этот плитный фундамент от плитного фундамента простого? Мы цоколь поднимаем на, в отдельных случаях, на 50, на 60, на 70 сантиметров от уровня нашего грунта. Чем хороши такие фундаменты для московского региона? У нас вода, у нас снег засыпает, и когда дом лежит на основании грунта, фактически, то у нас нет цокольной части. А если у нас нет цокольной части, а у нас уже на такие плитные фундаменты устанавливают каркасные дома, дома из бруса и так далее, то нижние венцы и бревен начинают подгнивать. Как вы не гидрозолируете и как вы не защищаете, у вас начинает туда попадать влага. От таяния снегов, от проливных дождей, которые у нас в последнее время идут в Москве и Московской области и так далее. Если брать этот фундамент, он технологичный и конструктивно правильный для климата, именно такой, как в Москве или Московской области. Также этот плитный фундамент у нас утепленный, он соответствует классу энергоэффективности А. И если мы не положим сюда теплоизоляцию, то тогда мы будем греть наш грунт. И в дальнейшем я вам покажу график теплопотерь полов по грунту именно для этого объекта. Все вы понимаете, что от фундамента зависит и будущий ваш дом. Пойдут там трещины, будут в нем проблемы или не будут. И к этому вопросу надо относиться очень серьезно. Разумеется, при покупке земельных участков вам никто не даст геологию. Геология, она может быть разная. И для этого, прежде чем проектировать фундамент, вы должны сделать геологию и, разумеется, еще и снять топосъемку участков. Геология нужна для инженера-проектировщика, чтобы выяснить, какую имеют несущие способности ваши грунты. После того, как инженер-конструктор или проектировщик, который работает в паре с инженером-конструктором, вам разработал именно проект вашего будущего фундамента, выбирает отметки, делает разметку, разумеется, с начала участка, и берет отметку, на которой снимается плодородный слой грунта. В дальнейшем, после земляных работ, сразу копается траншея для нашего будущего дренажа, если он здесь нужен. Заострю внимание на теме дренажа. Если мы берем глиняные почвы, выбираем оттуда грунт, то у нас получается чаша. На примере, если вы дома наливаете в тарелку суп, это тоже самая чаша. Засыпаете, если эту тарелку песком, щебнем, у вас там скапливается вода. Под основанием фундамента не должно быть воды. И для этого делается в общей чаше котлована дренаж. Этот дренаж называется дренаж для работы, отведения вод из-под основания фундамента. Проще сказать, этот дренаж перехватывать, чтобы в чаше котлована у вас не накапливалась вода. Если у вас лента, вот у нас котлован, лента, здесь у нас фундамент, это все то же самое, у нас затекает туда под основание ленты. Вода скапливается, набирается, и фактически у вас фундамент опять же в воде. Это находится он в болоте. Для этого, если вы делаете ленту, также нужно делать дренаж. Почему это нужно делать? Потому что у вас также получилась чаша котлована, но в виде траншеи. У нас песчаная подушка должна быть постоянно сухая. Для этого делается дренаж. Под основанием не должно быть никаких сырых грунтов. У вас дом не должен стоять в болоте, потому что его будет ломать. Он будет усаживаться. У нас есть естественные вибрации земли. После разработки котлована можно применять щебень, если у вас низкая несущая способность грунтов, а также дальше уже песчаную подушку. Здесь несущая способность грунтов, она самодостаточная. Хватит для этого дома с запасом. И здесь мы применяем только песчаную подушку. Песчаная подушка под основанием фундамента должна быть минимум 300 миллиметров. Здесь у нас основание фундамента. Это основание нашего ребра. И песчаная подушка делается сразу под всей площадью нашего плитного фундамента изначально 300 миллиметров. Далее, когда у нас собираются ребра. опалки из теплоизоляции. Вот у нас песчаная подушка поднимается еще на заданную проектную высоту. Это у нас будущее основание нашего пола. И, друзья, когда вы говорите, там, ленту нужно, там, или еще какой-то тип фундамента, вы забываете, что вас ждет еще стяжка полы по грунту. И когда вы сделаете полы по грунту, вот эту стяжку, которую вы не учитываете, у вас никогда не будет полноценной плиты перекрытия. Дом дает усадку, а полы у вас, они плавающие. И в течение 15 лет, если даже дом сдаст усадку всего лишь на 5 миллиметров, у вас вся отделка пола, она начинает подниматься, опускаться и так далее. Фактически у вас вся отделка полов начинает трещать по швам, так как у вас плавающие полы. Здесь у нас готовая плита перекрытия и фундамент два в одном. Многие из вас считают, что фундамент начинается именно с бетонных работ. Вот у вас плита, и это фундамент. Нет, фундамент у вас начинается с основания, от того, где вы выберете котлован. Это может быть щебень, песок, теплоизоляция. Вот это уже, вот это уже, это ваше основание фундамента, это неотъемлемая часть фундамента. И к этому надо относиться, к подготовке основания фундамента намного серьезнее. Если мы берем даже наши дороги, асфальт уложить, ну там 2-3 дня, щебни насыпать еще 2-3 дня. Но подготовка вот этого основания всегда занимает продолжительное время. Вот именно этот инструмент нужен для того, чтобы проверять плотность грунта. Простой, неэлектронный, можно электронный взять, но вот этого достаточно. И у ваших подрядчиков он должен быть без динамического плотномера. Я не советую вам даже допускать этого подрядчика на ваш объект. После того, как собрали ребра, завезли сюда грунт, мы трамбуем этот грунт. И также проверяем динамическим планомером. Вообще, песчаная подушка в основании фундамента – это самый лучший материал, потому что она служит как демпфер между вашей плитой и материковым грунтом. Играет музыка. после того как сделали песчаную подушку нужно уложить инженерку это у нас канализация дальше у нас вот электрики вот тоже инженерка ну и также вот воды песчаная подушка ее удобно выравнивать чтобы нам положить эту теплоизоляцию в основании фундамента если мы можем эту теплоизоляцию мы не даем утечек тепла с нашей плиты фундамента наших полов на разогрев грунта а сейчас я вам покажу именно график посмотрите внимательно с теплоизоляцией и без теплоизоляции у нас будет утеплены снаружи ребра будет теплая отмостка а теплоизоляции здесь нету и сделайте выводы сами дальше наша теплоизоляция должна соответствовать по классу нагрузки здесь carbon eco xp специально для оснований фундаментов при двухпроцентной деформации он выдерживает нагрузки 20 тонн на один квадратный метр если будет трехпроцентная деформация нагрузки будет выдерживать еще больше никаких пеноплексов комфорта сюда закладывать нельзя этот этот тип теплоизоляции предназначен для стен он не выдерживает нагрузки теплоизоляция играет двойное назначение если мы ее проклеить и прошприцуем здесь она проклеена прошприцом на все стыки первое это теплоизоляция второе второе это назначение у нас как гидроизоляция далее про ребра которые многие считают что это лента возможно вы смотрите на маленьком телефоне и вы не понимаете как этот фундамент работает вот у нас плитный фундамент будет вот у нас плита давить здесь давить здесь многие делают чтобы поднять дом от уровня грунта плитные фундаменты по 600 миллиметров то есть вот такие большие массивные и вот у нас уже связан армокаркас и мы видим что у нас плитный фундамент он не заканчивается где ребра у нас армокаркас идет до конца и если мы посмотрим на этот фундамент то у нас один общий диск и он равномерно распределяет нагрузку по всей площади основания фундамента дальше у нас здесь нету никаких ребер никаких лент так как у нас это плитный фундамент и уже на плитный фундамент у нас будут становиться и несущие стены и перегородки и так далее фактически это у нас плита перекрытия которые не подвержены усадкам как плавающие полы насколько у нас ребро поднимается вверх вот мы здесь смотрим андрей покажи сюда в нем а это пожалуйста насколько поднимается поближе поближе сюда подведи вот у нас высота ребра всего лишь 300 миллиметров ширина ребра у нас 300 миллиметров высота 300 такой тип фундамента мы делаем с 2013 14 года у нас все эти фундаменты имеют или большие террасы или вот такие маленькие у нас везде терморазрыв вот этот показатель именно терморазрыв уже на готовых зданиях которые простояли там более 5 10 лет это показатель самый главный здесь нету расхождения вот этой плиты которая здесь будет и этой много уже на нашем канале в youtube я показывал если между этой плитой и этой плитой у нас будет щели зазоры появляться значит фундаменты начинают гулять друг от друга в наших фундаментах такого нету ну а здесь мы собираем лестницу входную группу и мы видим у нас раз два три три ступеньки это фактически мы поднимаем здание на три ступеньки выше здесь разумеется еще должен вязаться армокаркас снаружи дополнительно заводится песок мы защищаем наши выпуски именно теплоизоляции которые у нас выходят за пределы внешней опалки ну и также в дальнейшем заказчику сюда придется сразу завозить грунт и делать планировку участка отсыпку в каждом отдельном случае инженер-проектировщик выбирает какое сечение арматуры и какая ячейка армокаркаса должна быть очень интересное решение мы на протяжении уже более 10 лет закладываем в наши конструкции фундаментов это инженерка это будущий воды электропроводки из металлопласта диаметром 20 будущей линии розеток и выключателей и 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 с готова плита фундамента сразу у нас готовы и перекрытие здесь мы можем дальше размещать теплые полы у нас будет стяжка максимально 100 миллиметров так как у нас электрика у нас уже в плите если мы электрику будем прокладывать также в стяжке то получается у нас стяжка вырастает примерно до 150 миллиметров мы нагружаем это все и в дальнейшем что-то случись вам придется разбирать эти полы а если мы опять же футлярах для электропроводки протягиваем провода вот в этих футлярах вот они у нас например линия повредилась номер три например мы просто разбираем под розетник вытягиваем провода затягиваем новые хотите посмотреть как у нас электропроводка сгорела в монолитном доме и как ее поменяли я вам ссылку в описании под видео оставлю перед нами вот наш терморазрыв для чего мы делаем чтобы у нас конструкция фундамента не ах не нагревала конструкцию вот этого фундамента этот фундамент не будет утепляться от слова совсем это экономия на теплоизоляции на экономии на высоте мы здесь видите даже сделали немного ниже здесь у нас терморазрыв стоит из экструдированного пенопластирола 100 миллиметров арматурой он никак не связан и в принципе здесь у нас отдельный фундамент здесь отдельный фундамент к этому вот, к этой т.п. изоляции мы будем привязываться когда будем утепление фасада здания делать то есть те, та т.п. изоляция которая на стенах она будет прикрыть к этой ну и дальнейшем снаружи если вы заметили у нас в тепле изоляции нету снимается вот эта палка делается утепление цоколя и дальше утепление стен. Оно сейчас не нужно, так как эта теплоизоляция в большинстве случаев повредится, и качественным сделать утепление не получится. Спасибо нашему оператору Андрею Кузьмичеву, будущему инженеру, за помощь в съемках этого ролика. Ставьте лайки и подписывайтесь. Друзья, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев и юный оператор Андрей Кузьмичев. Полезные ссылки, телефоны, контакты все в описании под видео.